В Крыму создадут ВАА и не только. В Минреинтеграции назвали шаги после деоккупации. После деоккупации в Крыму, должна быть создана военная администрация, а после этого, военно-гражданская. А приоритет на занятие должностей будет отдаваться, патриотически настроенным профессионалам. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сообщение Минреинтеграции, по результатам молодежного форума КрымВейв. После деоккупации в Крыму прежде всего должна быть создана военная администрация. Затем, военно-гражданская. После чего должны пройти выборы, говорится в сообщении. Заместитель министра реинтеграции временно оккупированных территорий, Анатолий Стельмах назвал главные шаги Украины в Крыму после его деоккупации и отметил, что преимущество на занятие должностей будет предоставляться коренному народу, ветеранам, а также патриотически настроенным профессионалам. Эти шаги заключаются в следующем. Восстановление органов государственной власти. Демилитаризация русских военных баз. Привлечение к ответственности госпредателей и коллаборантов. Правовая защита граждан Украины. Обеспечение информационной сохранности. Ранее в интервью РБК Украина, постоянный представитель президента Украины, в Крыму Томила Ташева рассказала, каким путем Украина будет освобождать Крым. По ее словам, не исключено, что когда ВСУ будут на границе с Крымом и уже зайдут, например в Красноперекопск, Украина может предложить России вывести войска, но в случае отказа, будет продолжать военный путь освобождения полуострова, который на данный момент остается приоритетным. При этом в СНБО уже разрабатывается план, который будут применять при деоккупации украинского Крыма. Он включает 12 шагов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.